Одного из самых известных статистов нашего сервера обвинили в использовании секретных, никому неизвестных ранее запрещенных читов вот прямо в данном сражении. Уже через несколько минут чат этого боя, наш союзный чат, просто разорвется в ненависти и обвинениях к нашему герою. А все потому, что он займет действительно необъяснимую и очень страдную позицию на карте степи. Посмотрите на стату нашего героя, она действительно удивляет. И сейчас, ребят, смотрите, какую имбовую позицию он покажет. Буквально в следующие несколько минут вы будете ставить колоссальные рекорды урона, когда узнаете эту точку. Но будьте внимательны, чат здесь просто разорвется, потому что все союзники будут обвинять его в использовании читов запрещенных позиций. Внимательно смотрим сейчас, куда наш герой едет и что случится через несколько минут. Вот пока на фланге у нас происходит довольно сильный разрыв. Наш герой занимает вот здесь точку за камнем. Это пока только начало его игры. Буквально через несколько минут он покажет более интересную позицию, как раз таки из-за которой и просто пойдет волна ненависти к нашему парню в чате. Вот просто, ребят, следите, чат разорвется в обвинениях этого героя. Пока смотрим, что происходит. У нас на фланг приехало довольно много тяжей и здесь начинается настоящий замес. И вот можете запоминать вот эту имбовую позицию за камнем. Это пока не самая имбовая точка в данном бою. Дальше будет как раз таки читерские позиции. Но вот тоже неплохое место, которое дает вам... Посмотрите, у вас есть здесь кусты, которые делают вам разрыв дистанции перед вражескими тяжами, которые продавливают. Кроме того, с этой позиции можно дефать пацанов, которые будут объезжать, вываливаться вверх. И кроме того, как любят статисты, они никогда не оказываются под огнем врага первыми. Поэтому у них всегда какое-то преимущество в плане того, что враги стреляют по союзникам, а потом уже по ним. Здесь так и происходит. Точка выбрана очень неплохо у нас в начале. И как мы видим, уже халявные 2000 дамага настрелял наш герой. И продолжает и продолжает наносить дамаг. Но ситуация обостряется, пацаны, нереально. Посмотрите, что сейчас произойдет. Два тяжа впереди нас. Сверху сейчас будет еще спускаться Е25. И возможно приедет Т71, который тоже здесь. И смотрите, что делает наш пацан. Он просто упарывается на этих двух тяжей. Давайте посмотрим, парни, вместе с вами этот его динамичный врыв. Е25 спускается вниз. Наш герой отправляется, чтобы как-то с ней разбираться. Помогает здесь союзная пантера. И мы вместе с ней Ешку отправляем в ангар. Тем временем счет становится 8-7. И наша команда вроде бы переломила бой. Во многом благодаря бешеному врыву нашего героя на колеснике. Но, ребят, очень скоро чат этого боя просто разорвется и произойдет в настоящий переломный момент. Наша союзная пантера отправляется в ангар. Кстати, у колесника уже целых 5 фрагов. Играет как настоящий статист. Сейчас показывает свой скилл и крутит Эмиля, который без шансов не может даже дать нормально по нему дамаг. Посмотрите, просто разводит этого бедного Эмиля, который тупо не может довернуть башню до нашего колесника. Вот сейчас, когда уезжали, видим, что, может быть, у него там был шанс скинуть нам в догонку. Но там приехала СУ-100М1. И, скорее всего, она с Эмилем разберется. Да, так и происходит. СУ-100М1 разбирается с Эмилем. И, ребят, вот сейчас внимательно смотрите, что будет делать наш герой. Потому что в это время наши союзные тяжи полностью обломались на другом фланге. Они вроде бы давили на вражескую базу, но в конечном итоге просто все послевались. И, фактически, мы здесь остаемся вдвоем с СУ-100М1. И там еще есть Блэк Принц, который в одиночку там сражается против немалого количества врагов. Сомневаюсь, что он долго проживет. Включаем нормальную скорость. Немножечко обсудили события боя. И вот сейчас посмотрите, насколько жестко враги упарываются на эту самую СУ-100М1. Отправляют ее в ангар. Ситуация 2 в 6. Кроме того, посмотрите, ребят, насколько жестко сейчас упарываются вот там подсадны на Блэк Принца. И, скорее всего, против трех танков он ничего сделать не сможет. Что же за позиция сейчас у нашего героя? Внизу две ЛТшки, которые обешетные. В принципе, у нас есть 392 ХП. И правильно бы было сейчас просто ворваться, разменять немножко ХП и их отправить в ангар. Это наш герой и делает. Ну что ж, идем теперь на медаль Колобанова, ребят. Но в это время противников осталось слишком много. 53 ТП, арта, АйКВ. В общем, ребят, ситуация сейчас прям вот мерзопакостная. Очень тяжело тащить в таком положении. Очков прочности почти нету. Хитпоинты, так сказать, на нуле. И любой один неверный шаг, любой фугас от артиллерии сразу же отправит нас в ангар. Кроме того, посмотрите, фуловый пацан катается на центре. Просто фуловый. Наш герой сейчас, конечно, немножечко уменьшает количество ХП этой ЛТшки. Но, тем не менее, это не дает сильного выигрыша. Но посмотрите, ребят. В чате Пантера, наша союзная, уже начинает обвинять, обвинять нашего Колесника в том, что он использует читы. Очень много людей почему-то писало, что в этом бою читы. Но я почему-то вот лично уверен, что этот статист, ну, не может, не может нарушать правила. Посмотрите, что творится в чате. Посмотрите, ребят, союзники просто все ополчились против нашего героя. Они, наверное, не думают, что он сможет как-то затащить. Это, конечно, пока большой вопрос. Но наш герой уже делает успехи. Уменьшает количество ХП врагов. Это то, что, как бы, основной показатель приближающейся победы. Но посмотрим, получится ли что-то сделать дальше. Потому что там неплохой вражеский тяж 53 ТП. Довольно опытный игрок с большим количеством боев. Конечно, стата у него оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, если у него ХП много, а как окажется, сейчас их довольно немало, то это будет очень сложно. Кроме того, у нас, ребят, нету сейчас времени на то, чтобы искать вражескую артиллерию. Где она там заныкалась, это большой вопрос. Куда она переехала. Поэтому, даже несмотря на то, что скорость у колесника имбовая, и это вот лучший танк для того, чтобы уворачиваться от артиллерии, все равно может быть опасно. И вот сейчас, ребят, в конце данного боя я хочу вам сделать акцент на тактике, которую будет использовать наш статист. Обсудить, что же он делает. И один момент в его тактике будет очень необычный. Смотрите, как правильно выбирает позицию парень. То есть он сначала заехал с одной стороны, с самой непредсказуемой, то есть не ехал напролом сбивать базу, а поехал, объехал и с угла обошел противников. Они были дезориентированы, поэтому он спокойно дал выстрелы и сбил захват. После этого он добирает упарывающийся на него легкий танк. И уже потом, как мы видим, ребят, помните, я вам всегда повторяю, что делают многие статисты в подобных боях. Если, получается, у вас, вы выигрываете время, видите, что враги съехали с базы захвата, это медленные тяжи, то срочно едем искать и уничтожать артиллерию. Здесь, конечно, везет, она оказалась перевернутая, поэтому можно было даже сражаться с 53 ТП, но, тем не менее, чисто тактически сыграно правильно. То есть вы увидели, что у вас есть время на то, чтобы добрать арту, у вас есть дистанция между медленным тяжелым врагом, который не успеет приехать на сейф и как-то перехватить вас и дать дамаг в тот момент, когда вы будете сражаться против артиллерии. Значит, сразу же разрываете дистанцию и едете искать арту. Это именно наш герой сделал. Вот нужно еще такой момент. Если вы хотите быть статистом, нужно научиться понимать, когда нужно поехать за артой. Вот это очень-очень важная часть игры World of Tanks. Ну что ж, теперь у нас остается 53 ТП. Ситуацию, конечно, осложняет то, что у нас, ребят, не так много снарядов и у врага слишком много очков прочности. В общем, посмотрите, что делает наш герой. Он опять выбирает позицию таким образом, чтобы противник никак его не ждал. Он старается избегать того, чтобы 53 ТП его светил и сбивать базу с совершенно неожиданных точек. Кроме того, как вы поймете чуть дальше, у этой тактики есть еще второй очень важный пункт. Вот сейчас посмотрите. Посмотрите, ребят. Благодаря позиции мы смотрим на 53 ТП, мы его светим, мы можем по нему откидываться, но при этом он даже не в ту сторону, ребят, смотрит. И наш герой пользуется этим, выбирает позицию. Посмотрите, он еще, он не стал стрелять, он не стал торопиться, он мог бы, в принципе, отстреляться вот отсюда с рельсов, да. Но он спустился вниз для того, чтобы у 53 ТП не было шансов успеть довернуть башню и дать по нему дамаг. То есть, как мы видим, вот мы отстрелялись, пусть даже без дамага. И смотрите, сразу же наш герой вот здесь за угол уезжает, пока 53 ТП разворачивает башню. То есть, вот это все тоже уже надо рассчитывать. Если вы, ребят, выбираете позицию для сбития базы, то всегда думайте, куда вы будете прятаться после того, как отстреляетесь. То есть, вы, многие бы стали стрелять в ЖД, и это была бы ошибка. Ну, конечно, огромной ошибкой было бы выезжать через центр. И посмотрите, что сейчас делает наш герой. Вот сейчас он отработал от одной позиции. Все, 53 ТП уже его оттуда ждет. Теперь мы максимально далеко от врага, чтобы избежать засвета от него, чтобы он не видел наше передвижение. Меняем позицию полностью на противоположную. То есть, снова выбираем точку для сбития так, чтобы он нас не ожидал. И при этом опять нужно думать, ребят, о том, куда вы будете отъезжать после выстрела. Смотрим. Вот 53 ТП. Он в районе базы. Уже ждет нас с той точки, где мы были. И посмотрите, наш герой здесь заезжал на холмик. Ему тут же можно было откатиться в низину и уйти в сейф. Это он, ребят, и сделал. То есть, опять мы разводим танк, который сбивает базу. Опять мы разводим танк, который захватывает базу. И опять мы остаемся в сейве. Но, ребята, проблема в том, что у нас остается всего 4 снаряда. И вот сейчас следующий прием нашего статиста будет еще более интересным. Если до этого, смотрите, он два раза уже обманул 53 ТП и поменял позицию сразу после того, как отстрелялся. Мы это делаем сейчас третий раз. Идем четко по кругу. И сейчас 53 ТП уже, в принципе, в своей голове может строить картину какой-то наших передвижений. Но двух раз, в принципе, недостаточно для картины. Поэтому, как мы видим, он опять ждет нас в той же позиции, где мы были. Кстати, у нашего героя остается два фугаса. Он выезжает с абсолютно новой точки. И посмотрите, какой план. Он рассчитывает на то, что 53 ТП уже на третий раз логически будет ждать его с центра. То есть мы светили здесь, как бы мы ездим вот так вот по кругу. С этой стороны мы два раза выкатывались. С той стороны по центру. И вот сейчас здесь. По идее, сейчас логично 53 ТП подумают, что мы будем вот здесь. Но посмотрите, что придумал статист. Он, ребята, он не едет на позицию на центре. А после того, как отсветился и показал всем своим видом, что уезжает с точки, он возвращается назад и выезжает с той же позиции. Но сейчас смотрите, что будет. Просто смотрите сейчас. Просто, ребят, смотрите, где 53 ТП. Сейчас выкатываемся аккуратненько из-за кустиков. И, ребят, смотрите, как это работает. 53 ТП повернул свой ствол уже четко на центр карты. То есть это работает. Вот эта тактика. Именно три раза он выкатился. Три раза сменил позицию. А на четвертый он уже обманул 53 ТП. И выехал с той же точки. С другой стороны, конечно, почему-то не рискнул здесь стрелять. Видимо, перепугался того, что 53 ТП успеет довернуть и добьет нашего героя. Поэтому мы, выехав здесь, по-моему, он увидел, что мы здесь. Все-таки меняем позицию. И, наверное, сейчас было бы логично выезжать не с центра, а вообще вот с той точки, где мы были в первый раз. Помогает то, что, как мы видим, 53 ТП постоянно в засвете. Мы его полностью пересвечиваем и очень мало шансов у него. Но единственное, что, ребят, что очень сильно помогает 53 ТП в данном бою, это то, что у нас последний фугасный снаряд остается. У него 218 ХП. И нужно каким-то образом сейчас с одного фугаса добрать этого парня, ребят. Задача практически невыполнимая. Наш герой пишет в чат, что один фугас. Сейчас союзники уже перестали. Они уже, там, хотели жалобы на нашего героя отправлять на щиты. Но сейчас успокоились и просто наблюдают за тем, как барин тащит. Ну, в общем, ребят, сейчас вас ждет эпичнейший финал данного боя. А пока я хочу вам быстро напомнить, что спонсоры этого ролика у нас, ребята, с сайта водки.ком, где можно получать крутые премтанки и голду по бешеным скидкам. Ссылка на водки находится в закрепленном комментарии к этому ролику. Переходите и участвуйте. А также там специальный промокод от бомбилки для водки. И еще, ребят, на водки каждый день раздают 5000 голды. Поэтому, перейдя по ссылке прямо сейчас, вы станете участником очень большой халявы. Ну и давайте быстро. Пока наш герой не ворвался, извиняюсь за то, что замедлил. Сейчас хочу успеть рассказать про халяву. Покажу вам победителей нашего ежедневного розыгрыша голды. Вот их комментарии с игровыми никами и наши чеки об оплате. Поздравляем парней. Они свои призы получают. В этом ролике, ребят, тоже будет розыгрыш. Для участия нужно поставить лайк, подписаться на наш канал, включить колокольчик и оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником. И вот сейчас смотрите, что придумал наш герой. Он выбирает четвертую позицию, то есть новую точку для выезда абсолютно. Он по краюшку карты объезжает прямо и в противоположную сторону, откуда смотрит 53 ТП. С этой точки мы еще ни разу не выезжали. И я бы не был удивлен вообще, если бы наш герой изначально это все продумал и вот так вот оставил прозапас вот эту точку, чтобы последним фугасом добивать 53 ТП. Конечно, это из ряда фантастики. И вот сейчас мы подъезжаем. Мы засвечиваем тяжа. Он уже начинает доворачивать башню. Наш герой четко сводится и побеждает в бою, отправив его в ангар. Вот такой вот бой, ребят. У меня к вам просьба. Всем прожать лайк сейчас этому ролику. Палец вверх. Вам это 2 секунды. Пожалуйста, прожмите его прямо сейчас. Подпишитесь на канал, включите колокольчик и пишите в комментариях. По-моему, здесь нет читов, но мне интересно ваше мнение. Два других ролика перед вами. Пока-пока, ребят.